Всем привет! С вами передача по кашеваре. Все, наверное, уже знают, что я терпеть не могу печенку. Однако в некоторых продуктах печенку я очень даже люблю. Сегодня будет один из них. Я покажу вам, как приготовить печеночный торт. Для того, чтобы сделать печеночный торт, ясное дело, нужна печенка. Нам потребуется грамм 700. У меня здесь говяжья печень, но вы можете использовать свиную или куриную. Еще нам потребуется 2 луковицы, 2 большие или 4 вот не очень большие морковки, большой пучок укропа, 2 яйца, чеснок, манес, сметана не очень жирная, мука пшеничная, горчичка, какая-нибудь цветная приправа типа паприки или карри. Нам это нужно будет только для того, чтобы придать цвет. Растительное масло для жарки, солюшка и перец. Сначала с печени надо убрать пленку и всякие прожилки, которые в ней есть. Порезать ее на небольшие куски и пропустить через мясорубку или блендер. Два яйца взбиваем до народной консистенции в отдельной мисочке и добавляем к печеночной жиже. Туда же добавляем грамм 150-200 сметаны. Солим и перчим. Добавляем полную чайную ложку соли и где-то половину чайной ложки перца. Постепенно добавляем муку и перемешиваем. Консистенция получившейся массы должна быть похожа на тесто для оладьев обычных. На разогретой сковородке с растительным маслом выпекаем блинчики. Выпекать блинчики надо где-то минуты по полторы-две с каждой стороны. Теперь делаем начинку. Это самое вкусное занятие. Да, значит... Морковку натираем на крупной терке. Нарезаем лук четверть кольцами. В сковородке с растительным маслом сначала обжариваем лук минуты-две-три. А потом добавляем к нему морковку и обжариваем до мягкости. Начинку тоже солим и перчим. В отдельную площадку выдавливаем примерно 150-200 грамм майонеза. Добавляем пару столовых ложек сметаны. Тут даже выдавливаем или натираем 4 зубчика чеснока. Добавляем чайную ложку какой-нибудь цветной приправы. А я вам говорил, это может быть паприка. У меня, например, это будет карри. Тогда майонез станет такой желтоватенький. Рубим много укропа, мелко-мелко. И откладываем его в сторону. Он нам нужен для украшения торта. Все, теперь собираем торт. Кладем блинчик и смазываем его майонезом. Потом выкладываем несколько ложек морковки с луком. И прикрываем вторым блинчиком. И так поступаем с каждым последующим блином. Самый верхний блинчик также смазываем майонезом. Украсить печеночный торт можно как хотите. Можно яйцом, можно морковкой, можно укропом. Можно сыром натереть, например. Вот и все, печеночный торт готов. С вами была передача по кашеварям. Всем пока, до новых встреч. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальцы вверх. Комментируйте видео. И что еще? А, и вступайте в группу ВКонтакте, конечно же. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...